Добрый вечер! Сегодня в выпуске. Сегодня во Вьетнаме отмечается День поминовения королей кунгов. По случаю 40-летия воссоединения Вьетнама состоялась особая художественная программа «Первая весна». И помощь советских военных специалистов в войне вьетнамского народа против американских агрессоров. Сегодня 28 апреля, то есть 10 число лунного марта. Во Вьетнаме отмечается День поминовения королей кунгов. Во дворце Кингтхен на вершине священной горы Днет Линь в комплексе храмов памяти королей кунгов состоялась торжественная церемония воскурения благовоний в память королей кунгов. Президент страны Чим Тан Шан участвовал в этом событии. В торжественной и искренней атмосфере президент Чим Тан Шан и другие руководители компартии государства воскурили благовоние. Вознесли венки и предподнесли пожертвования королям кунгам. Перед алтарем королей кунгов председатель народного комитета провинции Фудхо Тю Ног Ань произнес прославление отца дракона и матери феи, прославление заслуг королей кунгов в становлении развития нашей страны. Президент Чим Тан Шан возложил венок и воскурил благовоние у гробницы короля кунга и в храме Лак Лан Кона, родоначальника вьетнамской нации. Он выразил пожелание, чтобы и будущее поколение вьетнамцев сохранили национальное единство и внесли достойный вклад в дело процветания и развития своей родины. 27 апреля на Маладийском архипелаге Лан Кави завершился 26-й саммит Асиан. Участники саммита приняли три важных документа. Это Куала-Лумпурская декларация об Асиане, обрешенном к народу, декларация Лан Кави о глобальном умеренном движении и заявление о конституировании самостоятельности Асиан, сообществ и жителей перед лицом катастроф и изменений климата. В заключительной речи премьер-министр Маладий отметил, что лидеры стран Асиан сумели провести конструктивные заседания. Он также подчеркнул, что итоги состоявшихся дискуссий в рамках саммита Асиан показывают, что эта региональная организация уверенно идет на пути к формированию в конце этого года единого сообщества Асиан. 27 апреля в городах Хо Ши Мин и Ханой в прямом телеэфире состоялась программа «Первая весна». Это особая художественная программа, призванная прославить героизм, чувство патриотизма вьетнамских солдат и жителей во время войны за освобождение Южного Вьетнама, за воссоединение страны. В рамках программы были показаны состоявшиеся изменения в стране за прошедшие 40 лет. Были озвучены послания о «Первой весне» на нашей земле после Великой Победы, освобождении Юга и воссоединении страны. Участники мероприятия имели возможность встретиться и общаться с гостями программы, людьми, которые непосредственно сражались на фронтах прошедшей войны. Строительство штаб-квартиры Государственного центра разминирования Вьетнама было начато 27 апреля в общине Тхатьхуа, ханойского уезда Тхатьхат. Объект стоит 18 миллионов долларов США и имеет 52 400 квадратных метров полезной площади. Центр будет выполнять национальные планы действий по преодолению последствий оставшихся после войн бомб и мин. Это будет координационным центром международного сотрудничества и привлечения финансовых ресурсов на государственном уровне для этой цели. Государственный центр разминирования Вьетнама будет оснащен современным оборудованием. Здесь будут конференц-зал, музей бомб и мин, жилые помещения для специалистов и сотрудников, лекционные залы, лаборатории и другие функциональные помещения. 50% финансируемых средств составит официальная помощь в целых развитиях от Республики Корея. Мы корейцы также пережили долгие годы войны. Поэтому мы понимаем вьетнамские переживания. Мы знаем, что после войны во Вьетнаме осталось много бомб и мин. Мы воспонимаем и добровольно инвестируем в этот проект. Государственный центр разминирования работает под неспосредственным руководством и управлением премьер-министра и Министерства обороны в выполнении национальных планов действий по ликвидации последствий, оставшихся после войн бомб и мин. Появление современного здания центра облегчит эту работу и будет служить делу социально-экономического развития страны. Появление здания государственного центра разминирования находится в рамках целовых осигнований правительства своей армии. Он подтвердит международное сотрудничество и международную ответственность за ликвидацию последствий, оставшихся после войн бомб и мин в целом, и за работу центра в частности. Это здание имеет и символический, и практичный характер. По предварительным данным, во Вьетнаме до сих пор остаются сотни тысяч тонн, не взорвавшихся после войн бомб и мин. С 1975 года погибло почти 42 тысяч человек и более 60 тысяч получило ранения в результате взрывов мин. По плану штаб-квартира государственного центра разминирования Вьетнама будет введена в эксплуатацию через три года. Прошел уже 40 лет после Вьетнамской войны, но не найдены останки и тысячи погибших вьетнамских солдат. И более 1600 американцев, считавшихся пропавшими без вести во время войны, не могли вернуться на родину. В течение 40 лет две страны постоянно проводили поиск их останков, и эта гуманитарная работа стала одной из первичных факторов укрепления доверия и потом дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и США. Американский солдат в этой фотографии пропал без вести во Вьетнаме. Его сестра более 40 лет работает в Национальной лиге семей военно-пленных и пропавших без вести по УМИА. По роду своей работы она хорошо знает результаты Вьетнама американского сотрудничества в поиске останков пропавших без вести в войне. Сотрудничество двух стран в поиске останков пропавших без вести в войне американцев было усилено, особенно в последние годы. Очевидно, такое сотрудничество играло связующую роль в нормализации отношений между Вьетнамом и США, которые неуклонно развиваются, в том числе в сфере обороны. Такая торжественная церемония, как эта, часто проводится во вьетнамских аэропортах в последние годы. К апрелю 2015 года более 130 раз осуществлялось возвращение останков американцев. Совместные поисковые операции проводились и до нормализации отношений между двумя странами. Мы дали американскому правительству и народу понять, что Вьетнам действительно гуманная страна. Мы помогали США в поиске останков их солдат, которые раньше принесли войну во Вьетнам. Теперь для этой цели мы сами делаем все, что можем. Вьетнам активно сотрудничает с США в поиске пропавших без вести во время войны американцев. США также осуществляют действия для сотрудничества с Вьетнамом в поиске останков сотен тысяч погибших вьетнамских солдат. Вьетнамские солдаты погибли и очень часто были захоронены в братских могилах в неизвестных местах. Мы всегда поощряем, чтобы американские ветераны предоставляли информацию о них. Это может быть дневник, фотографий или что угодно, принадлежавшее вьетнамским солдатам. Это ответственность нашей партии, государства и народа. Мы сами делаем эту работу, не дожидая помощи от других. Тем не менее, мы приветствуем сотрудничество от стран, включая США в этом деле. Особенно в предоставлении информации и технической поддержки. Останки многих американских солдат, чьи имена, высеченные на стене мемориала в Вашингтоне, были найдены и возвращены на родину. Усилия обеих сторон помогают облечению страданий многих вьетнамских и американских семей и залечиванию ран в их душе, что способствует дальнейшему развитию вьетнамо-американских отношений. В эти апрельские дни наблюдаются многие трогательные встречи. И одна из таких историй – история одной из трех тысяч детей, эвакуированных 40 лет назад из Южного Вьетнама. В рамках операции BBC США Babylift. Все годы детства эта девушка задавала себе вопросами. Зачем я появилась на свет? Почему меня бросили? Почему мне, пятилетней девочке, пришлось покинуть родину? Подробнее в нашем следующем репортаже. Я четко не помню, что было тогда, ведь я была слишком маленькой. Только помню, что страшно устала и боялась. Я скучала по семье и дому. Прилет в США длился примерно 30 часов. Никого там я не знала, мне было очень страшно. Эта пятилетняя девочка покинула Вьетнам 5 апреля вместе со многими другими маленькими детьми на одном самолете. Город Хо Ши Мин в апрельские дни. На этот раз вместе с ней приехал ее муж. Они поженились 4 года назад. Дом в общине Фу Хуа Донг у Еску Чи, где живет ее мама. Они нашли друг друга 10 лет назад. Это было прекрасно встретиться с мамой дома. Я очень рада увидеть, что она счастливая. Удивительно, но мы обнаружили, что у нас много общего. И здесь и там мы держим кор. Впервые за 40 лет Хон Гок Мгвет отмечает свой день рождения вместе с дочкой и зятем. 40 лет назад она согласилась с отъездом дочки, чтобы ей было лучше. Но потом не проходила и дня, чтобы она не жалела об этом решении. Мне было все равно, лишь бы, чтобы ты была счастлива. Прости меня. Я знал об истории моей жены. Я знал, что она держит в себе ужасные воспоминания. Но она хорошо выдержала. Я понимаю, как трудно было вернуться, но она это сделала. Чем больше я узнаю ее, тем больше понимаю ее трудности и тем больше ее люблю. Чувство быть брошенной и увезенной на совсем незнакомую землю. После этой поездки кошмары у таких детей, как Тхуи, больше не будут беспокоить. Сейчас Тхуи с мужем уже вернула из США. Мама не пошла их провожать. Она сказала, что не хочет еще раз расставаться с дочкой. Тхуи по дороге в аэропорт попросила нас передать маме, что любит ее и скоро вернется. Говоря о победе вьетнамского народа в войне против американских агрессоров, мы не можем не упоминать о помощи наших друзей в мире, в том числе в Советском Союзе. Кроме военной и экономической помощи, СССР направил тысячи военных специалистов во Вьетнам на помощь вьетнамской народной армии, что способствовало нашей великой победе весной 1975 года. По официальным данным Минобороны бывшего Советского Союза, за период с июля 1965 года по декабрь 1974 года во Вьетнам в качестве военных специалистов было направлено примерно 6500 советских генералов и офицеров и 5000 сержантов и солдат. С их помощью была создана система ПВО на севере Вьетнама, которая вцелила страх даже в самых опытных американских пилотов. Можно сказать, что специалисты брали за руки наших офицеров и солдат, чтобы показать им, что и как надо делать. Стреляли. Ну, у нас оружие коллективное, зенитные ракетные комплексы. Поэтому, когда мы говорим «мы стреляли», это значит, что кнопку «пуск» нажимал, ну, пуск ракет, нажимал ТОТО-1. Все остальные выполняли каждую свою конкретную задачу. В общем, так мы, выполняя каждую свою конкретную задачу, сбили два американских самолета типа F-105. Советские друзья были очень терпеливыми. Они показывали все очень подробно и всегда были готовы повторять, сколько нужно, чтобы мы понимали, чтобы потом можно было пожать руки друг к другу и сказать «понятно, пуск» и, конечно, «победа». За всю войну зенитно-ракетные войска Вьетнама, созданные и обученные советскими специалистами, сбили почти 1300 американских самолетов, включая 54 стратегических бомбардировщика Б-52. СССР также направлял во Вьетнам офицеры инженерных войск и связи, которые внесли достойный вклад в победу вьетнамского народа. Мы давали все сведения по взлетам с авианосов, палубной авиации с кораблей 7-го флота США, а также разговоры, переговоры летчика с базой, летчиков между собой. И сразу же эти сведения передавались во Вьетнам. Некоторых вещей мы, вьетнамцы, просто не могли иметь, как, например, стратегическая разведка. СССР предоставляли нам очень ценную военную информацию, например, откуда взлетели Б-52, куда они могли прилететь. Наша победа была одержана не без большой помощи советского народа. Мы использовали советское оружие, чтобы победить американский империализм в 1972 году. Это великая победа, приведшая к воссоединению страны в 1975 году. Годы ожесточенной войны стали незабываемыми для вьетнамских и советских солдат, стали надежной основой развития наших отношений традиционной дружбы. В знак благодарности за оказанную помощь в последние годы Министерство обороны Вьетнама и многие общества Вьетнама российской дружбы регулярно приглашают советских ветеранов Вьетнамской войны посещать Вьетнам и встречаться с вьетнамскими соратниками, чтобы вместе вспомнить прошлые героические годы и показать молодежи в двух стран пример крепкой дружбы. Десятая конференция высоких должностных лиц стран суп-региона Дельты Меконга. Вьетнам и Япония сотрудничают в экспорте цветов. Сегодня в камбоджийской столице Пномпене открылась 10-я конференция высоких должностных лиц стран суп-региона Дельты Меконга, посвященной борьбе с торговлей людьми. В мероприятии участвуют около 200 делегатов из Китая, Лаоса, Мянбы, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. В центре внимания участников встречи находятся вопросы о решимости и обязательства стран региона в борьбе с торговлей людьми. Конференция завершит свою работу 29 апреля. В следующий день, 30 апреля, откроется четвертая министерская конференция стран суп-региона Дельты Меконга, посвященной борьбе с торговлей людьми. Казахстан открыл посольство в Ханое в начале 2014 года. Вьетнам и Казахстан, как правило, имеют единый голос на международных и региональных форумах, поддерживая друг друга в стремлении присоединиться к международным и региональным организациям. На досрочных состоявшихся в воскресенье президентских выборах победу одержал действующий президент Назарбаев. Это хороший сигнал для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами в различных областях. В последние годы наблюдается позитивное развитие Вьетнамо-казахстанского экономического сотрудничества. Двусторонний товарооборот в 2014 году превысил 213 миллионов долларов США, что почти два раза больше, чем в 2013 году. Но это пока не соответствует политическим отношениям и возможностям двух стран. В марте этого года в Хануэ состоялся Вьетнамо-казахстанский научный форум с целью предоставления вьетнамской стороне более полной и объективной информации о Казахстане. Эта страна является потенциальным рынком сбыта вьетнамской сельхозпродукции, продуктов питания, швейно-текстильных изделий, бытовой электроники и туризма. Казахстан также является привлекательным местом для вьетнамских инвестиций в таких сферах, как нефтегазовая и коммуникационная сферы, судостроение и строительство гостиниц. Усилия были направлены на укрепление наших двухсторонних отношений. У нас очень хорошая база для наших отношений. Это та дружба, которая осталась от еще Советского Союза. И сегодняшняя цель нашей конференции – еще ближе познакомить наших вьетнамских товарищей с современным Казахстаном, с его социально-экономическим развитием. Новая победа Нурсултана Назарбаева на президентских выборах предвещает новый этап развития вьетнамо-казахстанских отношений. В 97,5% проголосовало за нашего президента, за Нурсултана Абича Назарбаева. Что касается наших двухсторонних отношений, в дальнейшем мы нацелены на укрепление наших торгово-экономических отношений и политического взаимодействия во всех областях. Вьетнам и Казахстан связывают узы традиционной дружбы. Именно казахстанский народ проводил Фомтона и Горбатков в космический полет и встретили их после приземления. Можно сказать, что в качестве почетного гражданина Казахстана Фомтон стал посланником и связующим звеном между нашими странами. Сегодня с особым чувством я встретил весь, что подавляющим большинством голосов Нурсултан Назарбаев вновь избран президентом Казахстана. В этом я вижу высокой доверии казахстанского народа к своему президенту. Уважаемый Нурсултан Абищевич, я желаю вам новых успехов в новый срок президентских полномочий, а казахстанскому народу больших успехов во всех сферах социально-экономического развития. Я также желаю дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между вьетнамским и казахстанским народами, что станет весомым вкладом во всестороннее развитие наших стран в дело мира во всем мире. По общему мнению, предстоящее подписание соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, участником которого является Казахстан, откроет новые возможности для всестороннего сотрудничества между двумя странами. В последнее время появляется всё больше программ сотрудничества между Вьетнамом и Японией в сфере сельского хозяйства. Одно из них – проект сотрудничества в провинции Ламдон. После первых успехов во выращивании овощей для экспорта в Японию, сейчас компания производителей цветов в городе Далат активно устанавливает деловые контакты с японскими партнерами для увеличения поставки цветов на этот рынок. «Вечные свежие цветы» – так назвали эти цветы. С помощью японских технологий компания «Далатский лес цветов» смогла сохранить свежесть обычных цветов на долгие годы. «Вечные свежие цветы» появились на рынке в 2009 году и удивили многих любителей цветов во стране. Эти цветы теперь поставляются и в Японию. «Япония – новый и перспективный рынок. Продажа таких цветов в этой стране превышает 600 миллионов долларов США. Поэтому благодаря японским технологиям мы неуклонно развиваемся. Наше преимущество – это доступная цена». В настоящее время экспорт цветов из провинции Ламдонг составляет всего 10% объема выращенных дет цветов. Это не соответствует возможностям Ламдонга – одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии цветоводческих мест. И Япония может стать одним из важных партнеров, которые помогают провинции Ламдонг увеличить экспорт цветов. «Наша провинция тесно сотрудничает с Джайка. Джайка уже помогла нам создать многоотраслевое сельское хозяйство. За прошедшее время у нас в провинции были построены агропромышленные парки, центры сбора урожая и оптовый цветочный рынок. Рабочие встречи представителей японских и местных компаний, а также компетентных органов провинции Ламдонг открыли новые возможности для инвестиционного сотрудничества в осознании зон выращивания цветов и овощей высокого качества». «Мы сейчас посещаем вьетнамские компании, изучаем рынок и ищем новые возможности сотрудничества. Наша компания занимается цветами, поэтому мы желаем установить деловые связи с компаниями в этой провинции для долгосрочного бизнеса». «Мы уделяем особое внимание сухим цветам, которые предпочитают японцы, как сувениры. Мы стремимся сочетать цветы с декоративными истелями, чтобы увеличить их стоимости в 20-30 раз». Сотрудничество между Японией и провинцией Ламдонг в области сельского хозяйства считается весьма перспективным. Тем не менее, по мнению японских компаний, для эффективного сотрудничества сами цветоводы в провинции Ламдонг должны совершенствовать производственную цепочку от выращивания до хранения цветов и их поставки на рынок. По данным Управления иностранных инвестиций Министерства планирования инвестиций Вьетнама, за первые четыре месяца этого года иностранные инвесторы вложили средства в 10 инвестиционных проектов во Вьетнаме на общую сумму в 237 миллионов долларов. По итогам последних четырех месяцев в рамках проектов с иностранным капиталом во Вьетнаме было реализовано 4 миллиарда 200 миллионов долларов США. Перерабатывающие промышленности и производство больше всех привлекают внимание иностранных инвесторов. По состоянию на 20 апреля общая сумма зарегистрированных новых и дополненных проектов в сфере недвижимости превышает 3 миллиарда 700 миллионов долларов. Четвертый фестиваль пирогов населения Южного Вьетнама – это особое культурное событие в районе дельты реки Мекон. Фестиваль открылся 27 апреля в городе Кэнхо. На этот раз в рамках фестиваля работают 100 павильонов. Более 100 иностранных компаний представили 100 видов традиционной выпечки и 50 видов вьетнамских деликатесов из разных местностей страны и других стран мира. По словам организаторов, по масштабу в этом году фестиваль возрос в 5 раз. Фестиваль – это не только место, где можно насладиться вкусом блюд национальной кухонь, но и местом, где посетители смогут погрудиться в культурное пространство местных народов и попробовать себя в народных играх. 26 апреля в парке «Восточное море» состоялся запуск программы морского туризма города Дананга-2015. Под дивидом «Море Дананга – безопасный, цивилизованный и привлекательный пункт назначения». Это одно из мероприятий, приуроченное к предстоящему международному фестивалю «Фейверка» в 2015. Запущенная программа призвана представить новые туруслуги в нынешнем туристическом сезоне, привлечь общество к защите окружающей среды, популяризировать полуостров Шонча и пляжи Дананга. В рамках этой программы местные жители и туристы имеют возможность участвовать в морских развлечениях, международном соревновании по спасению в море, фестивале «Море» и шестие за защиту морской среды. Помимо этого, в рамках программы в парке «Восточное море» будет работать и фотовыставка. Программа продлится до 2 мая. А далее прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. На этом мы с вами прощаемся. Для повторного просмотра нашей программы заходите на сайты, указанные на экране. Спасибо за внимание. Всего доброго и до новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова